здравствуйте друзья перед тем как сесть в автомобиль и начать отвечать на вопрос я подумал что лучше я тут на свету в нормальной обстановке вопрос зачитаю а потом возьму камеру мою gopro маленькую и поеду в машине буду записывать ответ значит вопрос доброго времени суток михаил давно являюсь зрителем вашего канала и читателем форума говорим про us в этом году мы с женой стали одними из многих счастливчиков кто выиграл green card лотерея 2017 9 2017 для себя твердо решили что будем мигрировать коротко о нас я вова главный аппликант 31 год по образованию инженер-механик в 2008 году закончил одесский национальный политехнический университет по специальности к сожалению так и не довелось поработать работал в сфере торговли и обслуживания администратором торгово-продовольственной сети супермаркетов силь по моя жена тони 30 лет закончила тот же университет по специальности бух учет детей пока нет на данный момент живем и оба работаем частными предпринимателями в городе николаев сейчас интенсивно изучаем английский язык и перечитываем форум хотим начать свою адаптацию в калифорнии и пройти обучение вашей школе сперва я потом супруга собственно у меня несколько вопросов к вам и возможно нужен совет вот сейчас будем разбираться как у вас формируются группы по месяцам кварталом возможно ли указать ваш адрес школы форме ds 260 и в посольстве для грин карты куда должны они прийти видел в некоторых видео что ребятам приходили грин карты в школу да раз уж мы в офисе вот дайте вам покажу вот так издалека вот это вот так приходит social security номера а вот так ни одна всего осталось разобрали вот так приходит грин карты действительно студент для студентов мы получаем это правда так значит также нужен ваш совет как опытного учителя и наставника который ни одной сотни иммигрантов указал правильную дверь на дверь на правильно так в их жизненном и карьерном пути по приезду у нас будет бюджет всего 10 11 тысяч долларов к сожалению с нашей ситуации в стране и нынешним курсом доллара собрать больше нет возможности а также не очень хороший английский хоть хоть мы его интенсивно и учим но практике общения мало только школа но думаю что за 6 8 месяцев еще подтянем адаптация вещь не из легких много чего надо будет покупать по прилету аренда жилья для новых иммигрантов без кредитной истории работы это оплата за два месяца но не надо уж так пессимистично покупка машины две-три тысячи тут вы как чересчур оптимистичны что-то очень дешево хотя первое время можно и без нее но все же школа 4 200 еда и так далее хватит ли нам денег читаю форум в калифорнии едут люди с более денежными суммами продавая все на родине у нас ничего такого здесь нет есть вариант поехать по флориду там живет моя одноклассница адаптация пройдет намного легче так как на первых парах сможет показать и рассказать жилье дешевле работы не квалифицированы много это правда все а потом спустя полгода год подкопить и подтянуть язык уже думать и калифорнии вопрос так хотя второй вариант мне не нравится это пустая трата времени на мой взгляд считаю что лучше сразу собрать всю силу в кулак и начать протаптывать себе тропинку тестера тем более что первым пошел бы я учиться а жена бы искала неквалифицированную работу для поддержки штанов наших мы люди трудолюбивые и готовы ко всем трудностям также не боимся заново учиться и выходить с зоны комфорта реально ли с таким багажом адаптироваться в силиконовой долине вы общаетесь с разными иммигрантами чтобы посоветовали пост скриптум заранее извиняюсь за столь длинное письмо но вкратце ситуацию тяжело описать да друзья хочу сказать что я имел чистосердечное намерение просто зачитать вопрос и потом на него ответить но по ходу зачитывания оказалось что вопросов там много я поэтому перед выходом из офиса распечатал все это дело у меня вот на бумажке лежит я буду так посматривать значит первый вопрос он так немножко я бы сказал не в порядке важности но был как мы начинаем классы 1 квартала 1 месяц там по полугодия там еще как-то этот вопрос часто задают но скажу так мы начинаем по расписанию расписание есть на сайте школы если вы придете на портнов.com и там посмотрите на расписание она там есть месяца на три на четыре вперед есть мы не планируем так очень очень сильно далеко почему потому что группа начинается новая тогда когда освобождается помещение вот есть группы с разной цикличностью вот например группа вечерняя у нее цикличность это четыре месяца вот она примерно раз там четыре месяца начинается то есть их было бы три если бы иногда у нас не появлялось дополнительное место вечером у нас два класса и мы можем так внеурочно начать какую-нибудь еще вечернюю группу поэтому за год их получается не три а может быть пять но все это видно только в расписании теперь группы дневные бывают full time это для тех кто приезжает вот скажем в данном случае если бы люди с самолета к нам бабах они были в группе full time full цикл там где-то 9 недель у них примерно цикл ну да грубо говоря два месяца там но с небольшим вот значит каждые два с небольшим месяца начинается новая группа то есть грубо говоря там пять раз в году одна закончилась другая началась одна закончилась другая началась но плюс-минус где-то каникулы где-то праздники давно вот так туда-сюда несколько дней смещается есть дневные группы которые они по три раза в неделю занимаются вот поэтому можно в одном классе держать две такие группы что мы собственно и делаем и поэтому получается что одна группа понедельник вторник четверг а другая группа в этом же классе значит среда пятница суббота ну кому-то в субботу удобно кому-то нет эти группы занимаются по три месяца где-то у них 13 недель значит 13 недель новая группа 13 недель новая группа соответственно мы стараемся чтобы они по расписанию были сдвинуты в таком смысле что они могут начинаться одновременно но они не должны заканчиваться одновременно иначе у нас возникает некая пиковая нагрузка при устройстве студентов на интерншип то есть никто не хочет в очереди стоять и мы не хотим чтобы они в этой очереди там находились поэтому мы так пытаемся вот спланировать но у нас небольшое расписание у нас немного групп я могу сказать что когда мы в старом помещении были мы только что проехали слева у нас там было шесть классных комнат небольших там было по 13-15 человек когда-то но было шесть классных комнат у нас одновременно могло быть например 22 23 группы это было такие таки большое расписание значит сейчас у нас три группы днем 1 2 вечером но вот собственно все что все что и и я не знаю зачем такие тонкости знать заранее но раз уже вопрос задано что он задан то есть вы всегда можете на три четыре пять месяцев посмотреть в наше расписание там будет видно расписание довольно точно довольно точно теперь следующий вопрос там был но я тут посматриваю можно ли дать адрес школы форму и в посольстве для грин карты значит вы будете насколько я понимаю я не проходил этот процесс но так и по наблюдениям началась есть три ситуации в которых вы должны дать адрес вот первый раз когда вы заполняете эту форму отправляете второй раз когда вы в посольство придете и третий раз когда вы будете границу пересекать там по граничнику дадите значит если вы студент или там собираетесь быть студентом никаких проблем нет вы можете дать адрес школы они там в посольстве нас уже знают одно время нервничали гать что за люди такие потом успокоились в общем сейчас они мне кажется любят даже вот но надо будет съездить с ними поговорить давно так я шучу и вот единственно что мы не занимаемся пересылкой каких-то чьих-то документов понимаете вот очень часто бывает достаточно часто бывает что люди планы меняются вот сейчас он говорит вот я к вам там чего-то такое а завтра он вдруг решил в последний момент что он едет не к нам а едет во флориду и значит и дальше он нам из флориды говорит а пришлите мне там ваши документы мы говорим послушай мы договорились так что мы не шлем тебе документы если ты хочешь чтобы кто-то их забрал и тебе переслал пожалуйста пусть придет скажет я от вас и там позвонишь и мы тебе отдадим бывает еще интереснее бывает что он приехал там ну пусть во флориду побыл там две недели и уехал обратно домой и знаете так хорошо так уехал бывает что на полгода бывает на год бывает на полтора года уехал и так периодически нам постукивает и когда не могли бы вы мне отправить мою грин карту туда вот обратно вот туда там к я там оплачу давайте мы мы этим не занимаемся у нас совершенно нет никакого интереса в этом деле то есть одно дело человек придет и заберет даже если у нас не учится но просто там едет куда-то в кремниевую долину там или что-то ну пожалуйста ради бога приди забери сам и все мы денег не берем ничего нам не надо вот на пересылке мы не занимаемся у нас много работы и много дел и много ответственности всякой поэтому отвечать еще за за то что куда-то делись чужие документы серьезно уж точно не хочется так теперь значит что у нас там еще было вправо правильную дверь говорит надо пинка дать чтобы попал в правильную дверь сейчас мы посмотрим я тут полосу поменяю да да значит там был финансовый такой вопрос что вот они расчет присутствовал да значит был расчет он говорит что вот у меня там денег там вот столько-то а машину там за там две-три тысячи вы не купите нормальную машину не то что нормально но приемлемую за две-три тысячи то есть вы можете это сделать вы можете за 800 долларов что-то найти но просто остальные десять тысяч вы в нее будете докладывать потом достаточно быстро это произойдет поэтому даже если вы купите машину за пять за шесть тысяч это не значит что она обязательно хорошая но во всяком случае это что-то уже поприличней и как бы вероятность то что она проходит там годик без особых там расходов проблем существенно выше вот теперь вот вот людей двое да значит английского у них нет толком если английского толком нет то я не думаю что вам есть смысл находиться в кремниевой долине честно сказать потому что вы будете много платить за жилье вы будете тут кровью харкать чтобы рассчитаться за это жилье но смысле надо низкооплачиваемой работе какой-то и собственно и все то есть одно дело вы получаете там сто тысяч или сто пятьдесят а другое дело вы получаете 10 долларов в частом или 12 и как вы будете платить за это жилье поэтому конечно поезжайте во флориду и берегите свою денежку значит устраивайтесь на работу там полно значит если что флорида разное бывает если бы норовите в тестеры то я бы так сказал значит поезжайте в ту флориду где есть много работы для тестера много работы есть в майами там такая полоса майами и туда в сторону форт лаудердель лаудердель и второе место это тампа вот либо там по либо майами форт лаудердель вот там там этого много почему это существенно потому что вы можете учиться в онлайне вам совершенно не обязательно приезжать на кэмпус вы можете учиться в онлайне это стоит всего штуку но мало того что этот стоит штуку вам не нужно тратиться на билет и вам не нужно тратиться на жилье помимо там чего-то значит соответственно вы живете у себя дома может быть даже там подрабатывать наверняка подрабатываете самообеспечены у вас нет такого как надрыва вот без надрыва давайте надрыв никому не нужен без надрыва учитесь себя у нас в каждой группе которая онлайновая вот там считайте четыре раза в год но наверно пять шесть иногда семь восемь человек из вот из этих мест у нас из калифорнии туда народ все время отъезжает там кто работу ищет по всей стране частенько там на них что-то падает и поэтому если вы действительно хотите там переучиться там на тестировщиках программного обеспечения у вас это не займет много времени там три месяца и пошел искать работу если вам приспичило можете через два месяца уже идти искать работы параллельно учиться не нормальное дело обычно никого вы этим не удивите вот и если вдруг вы решите что вам что-то не хватило в онлайном курсе приезжайте но опять вы будете приезжать на практику то есть вы приедете на практику параллельно с практикой вечерами будете ходить у нас же вечером классы тоже есть причем у нас вечером продвинутых классов много таких которых днем ты и вовсе нет там и автоматизация такая серьезная есть и который не тут нету днем advanced автоматизация и white box тестинг есть там еще кое-что поэтому будете себе ходить там на практику вечерами в школу и все удовольствие стоит штуку понимаете то есть вы во-первых вы по деньгам за обучение экономите 2000 во-вторых вы не находитесь здесь так долго что тоже экономия и самое интересное что вероятность того что вам захочется зачем-то сюда приехать и на месте доучиваться вероятность крайне невысока потому что если вы будете просто искать просто нормально учиться искать работу на месте вы там где не знаю но не хочется называть там конкретные сроки ну скажем так несколько недель до месяц вот от языка тоже конечно от английского много зависит подразумевается что английский все-таки есть какой достаточный для поиска работы значит вы вот по сегодняшнему таскать рынку а в течение месяца найдете работу ну и все причем куда-то ехать там и как бы сказать если люди которые тут уже живут понимаете они уже живут они в другом режиме находятся они не платят дополнительно за жилье или они не живут на два дома хоть они просто здесь живут они ходят школу вот если вы живете в облориде вы абсолютно ничего не потеряете не приехал в кремниевую долину я вас уверяю вот но если что пожалуйста можете приехать то есть я бы ваш путь оптимизировал бы вот таким способом и кремниевая долина не то место где хорошо проходить первоначальную адаптацию то есть если если так сложилось что вы проходите здесь в ее нормально пройдет ничего страшного ну ради бога так не вы первые не вы последние но если вы выбираете между флоридой где у вас кто-то есть или там кремниевой долины где у вас никого нет езжайте по флориду там плюс к тому что вы там и дешевле и проще и деньги сбережете и нервы и силы и здоровье так вас там еще есть друзья и то есть в каком-то смысле вы в тусник в тусняк какой-то попадете то есть вы здесь тоже попадете если вы с нашей школой будете иметь дело но вы чтобы в школу попасть должны же английский подучить ведь что получится вы приедете и школу вам как бы не не с руки поскольку английского нет и вы начнете пока работать пока жить пока работать будете платить там не знаю 1802 там за ван бедрум ну если вам повезет вы где-нибудь комнату снимите с кем-то да и будете платить не 2 этого полторы какой-нибудь квартире где у вас будет комната там с туалетом отдельная и вот вот собственно и все и будете платить полторы тысячи вместо того чтобы за там тоже самое платить там 450 день во флориде и и заработать вам будет сложно и машины у вас нет здесь без машины но просто никак нос но совсем никак вот и и вот такая история то есть еще раз если вопрос стоит ребром то конечно вы выживете нормально все будет но если не не подвергать себя какому-то истязанию такому значит и быть в более комфортном режиме я бы сказал ребят ребята ну конечно езжайте во флориду то есть мы отсюда никуда не денемся вот мы тут есть и будем я надеюсь вот а уж онлайновый класс это так точно будет то есть если вдруг завтра там все накроется каким-то неожиданным образом но онлайн класс то есть пока есть лэптопы там или просто компьютеры вот интернет значит уже есть онлайн класс там много не надо так что я бы я бы вот так оптимизировал ну и под конец я хочу нашего зрителя поздравить с тем что он вову да вову и жену его поздравить что все таки выиграть в лотерею green card это ну везуха большая это не то что там один из трех или даже один из двадцати понимаете это это очень большая везуха это шанс в жизни поэтому ребята не подкачать вот такое такое напутствие счастливо а